Добрый день! Поскольку сегодняшний вебинар интересен для специалистов разных профилей, я скажу пару слов о том, что такое стереотоксическая лучевая терапия. Стереотоксическая лучевая терапия – это относительно новая высокопрецизионная лучевая методика, которая позволяет благодаря возможности создания высокого градиента дозы в опухолевом очаге и окружающих тканях, благодаря возможности чёткой визуализации нашего опухоли в мишени, осуществлять облучение опухоли в режиме экстремального фракционирования дозы с подведением высоких тумарицидных доз, во много раз превосходящих возможности классического варианта фракционирования дозы. Преимущества стереотоксической лучевой терапии очевидны, поскольку это возможность получения высокого циторедактивного эффекта, высокого контроля и, возможно, повышения выживаемости пациента, в котором возможно проведение такого вида лучевой терапии. Это короткий курс лечения, поскольку стереотоксическая лучевая терапия – это от 1 до 5-6 фракций лечения, которые хорошо переносятся больными и демонстрируют невысокий профиль токсичности при соблюдении всех необходимых условий проведения. Это лечение, которое не требует постоянного контроля медицинского персонала и, может быть, осуществлено в дневном стационаре или амбулаторно. Ну и, кроме того, опять же, невысокий уровень токсичности позволяет использовать стереотоксической лучевой терапии в комбинации до и после иных лечебных мероприятий в виде полихимиотерапии, иммунотерапии, таргетной терапии и также хирургического вмешательства. Безусловно, этот метод лечения не может быть применен во всех ситуациях, и, что касается опухолей желудочно-кишечного тракта, то, к сожалению, полые органы не обладают достаточной толерантностью для подведения высоких доз облучения. Кроме того, ограничено использование стереотоксической лучевой терапии размерами очага. В настоящее время считается, что нежелательное использование стереотоксиса при опухолях более 5-6 см. Ограничена возможность при количестве очагов более 3-4 см, хотя, естественно, большее значение имеет не количество очагов, а общий объем, который они создают для облучения. Это близость органов риска и функциональное состояние как пациента, так и органа, который мы рассматриваем в качестве объекта для стереотоксического облучения. Необходимые условия для стереотоксической лучевой терапии, кистологической верификации диагноза, желательно отсутствие поражения легионарных лимфоузлов. При олигометастатическом процессе необходима доказанная стабилизация очагов других локализаций, ну и, естественно, отсутствие каких-то общих противопоказаний в виде гнойно-воспалительных процессов или инфекционных заболеваний. Это сложный и достаточно такой кропотливый метод лечения, который требует значительно большей и более длительной подготовки, в отличие от классической комфортной лучевой терапии. Для органов желудочно-кишечного тракта она такая многоэтапная и подчас занимает даже больше времени подготовка к проведению этого курса, чем, собственно говоря, сами лечебные мероприятия. Надо понимать, что предлучевая подготовка для опухоли желудочно-кишечного тракта, предполагаемость токсической лучевой терапии, на первом этапе это катетопометрия с двойным пероральным и внутривенным контрастированием, в ходе которой мы оцениваем локализацию взаимоотношений с органами риска, можем благодаря использованию записи сканов во всех трех фазах оценить истинные границы нашего очага. И это необходимо делать, поскольку диагностические КТ, которые выполняются в других условиях положения пациента, не в условии иммобилизации, которые мы используем на первом этапе предлучевой подготовки, которая будет потом такой же во время проведения сеансов, она не дает такой информации, которую мы можем однозначно перенести на планирование. Затем, после этапа первого катетопометрия, производится установка под УЗИ-навигации маркеров, это золотые зерна, обычно двух-трех достаточно, они нам будут нужны для оценки подвижности нашей мишени и планирования с учетом смещений нашей мишени, и, кроме того, визуализация ее положения в ходе уже самих сеансов облучения. Важно, чтобы маркеры были установлены именно вблизи очага, чтобы это не деформировало нашу мишень и не создавало интенсивного фона, который также не позволит нам адекватно оценить границы нашего очага. Через 1-2 дня, когда пройдет отек, вызванный имплантацией маркеров, приступаем ко второму этапу катетопометрии, также три фазы, также с двойным контрастированием, и плюс запись 4D катетопометрии с синхронизацией по дыханию. Во время второго этапа катетопометрии мы оцениваем, насколько наш очаг смещается в ходе лечения, насколько на его положение влияет дыхательные экскурсии, и выбираем вариант, каким образом мы будем синхронизировать с подачей пучка излучения. Если эти смещения невелики, не превышают 3-5 мм, то, как правило, используется облучение на свободном дыхании. Если эти смещения больше, а для очагов, скажем, печени это может составлять 2-3 см, безусловно, тогда выбираются иные варианты синхронизации, либо дыхание на вдохе, либо на фазе выдоха. Есть еще четвертый вариант, но используется реже, поскольку лечение с абдоминальной компрессией может, наоборот, заближать очаг облучаемый и органы, относящиеся к литическим. Далее, после всех этих фаз мы приступаем к оконтуриванию мишени и всех органов, включая печень, поджелудочную железу, толстый кишечник, тонкую, тощую кишку, почки. Ну, в общем, все абсолютно органы, ну и наибольшее внимание мы уделяем орган наименее устойчивому к лучевому воздействию, к 12-перстной кишке и желудку. Собственно говоря, потом начинают работать физики. Задача перед ними стоит очень сложная, поскольку, ну, помимо создания высоких очаговых доз с охватом 98-процентным дозой, предписанной 98-95 как минимум процентов нашей мишени с учетом ее смещений, и с довольно жесткими ограничениями по возможностям радиационного нагрузки на смежные органы. Причем учитывается не только фактическая доза, но и тот объем органов смежных, в которых эта доза будет представлена. Для стереотоксической лучевой терапии обычно используются варианты ротационного облучения с модулированной интенсивностью пучка излучения, ВИМАТ и МРТ. И нередко приходится поступать таким образом, что наш основной очаг, я вернусь к предыдущему, не могу вернуться, нижний, да, нет, куда-то я ушла совсем далеко. Иногда нам приходится поступать следующим образом, для того, чтобы создать необходимое... Так, я решила прервать все, извините, пока вы мне помогаете. Создать два объема облучения, а именно с дозой в очаге максимальной и с чуть меньшей по ее периферии. Да, вот спасибо, я хотела бы на предыдущие вернуться. Там, где облучение будет чуть меньше запланированное, но, тем не менее, все равно достаточно высоким. Это как раз вот тот вариант, когда очаг в теле поджелудочной железы слишком близко расположен к желудку, и мы создаем два объема облучения с созданием внутри основного объема мишени дозы разовой в 12 грей, а по периферии даем 10. Таким образом, решаем задачу радикального воздействия. Для опухолей желудочно-кишечного тракта стереотаксис мы используем при раке поджелудочной железы и при новообразованиях печени, как первичного характера, так и метастатических поражений, что, естественно, бывает гораздо чаще. Для рака поджелудочной железы сложная локализация. Не все опухоли могут быть подвергнуты стереотоксическому облучению. Наименее благоприятное расположение в области головки поджелудочной железы. И, безусловно, лучевая терапия может использоваться, как правило, либо в качестве альтернативного варианта лечения при нерезектабельных опухолях в качестве дополнительного консолидирующего этапа лечения, усиливающего эффект новоадивантной полихимиотерапии при условно-резектабельных опухолях. Ну и очень редко, но, тем не менее, используется как адивантный вариант лечения после оперативных вмешательств с положительным краем резекции. Режим фракционирования очень разнится, как вы видите. Есть достаточно жесткие режимы однофракционного облучения с подведением дозы 15-20 грей. В принципе, это доза, которая соответствует в эквиваленте почти 50 грейм при режиме классического фракционирования. Эти дозы обеспечивают достаточно высокий и длительный период безрецидивный до проявления прогрессирования заболевания, но в то же время сопровождается достаточно высокой токсичностью. Из ранних проявлений токсичности стереотоксического облучения опухолей поджелудочной железы – это тошнота, рвота, боли, реже – нарушение эвакуации и обструкция желчевыводящих путей. Из поздних наиболее неприятные – это кровотечение желудочно-кишечное и случаи тромбоза. В принципе, по мере применения этой методики испытывались различные варианты фракционирования. В настоящее время, несмотря на то, что все они сопровождались достаточно хорошими результатами, мы видим, что однолетний период до прогрессирования заболевания для поджелудочной железы, такой сложной локализации, до 82%, до 90% может доходить. В настоящее время наиболее употребимым является наиболее безопасный вариант трехфракционного облучения в зависимости от локализации, либо с разовой дозой облучения 8 грей, 3 фракции, что соответствует примерно 53-м эквивалентным греям при стандартном режиме фракционирования. 10 грей, суммарно 30 грей – это почти 78-80 грей, но так если в пересчете по радиобиологическим эквивалентам линейно-квадратичной модели. И 12 грей, 3 фракции, 36 грей для опухолей, расположенных далеко от критических органов. В своей практике мы чаще стараемся использовать последний вариант, и результатами, в принципе, мы довольны и в плане токсичности результатов. Но это дозные ограничения, которые достаточно жесткие. Наиболее важное я привела немножко разняться и объемы, и возможные дозы подведения в зависимости от того, какой вариант одно, трех или пятифракционный мы используем. Но вы видите, что здесь действительно физикам приходится подбирать достаточно большое количество вариантов облучения. Иногда создается и три, и четыре плана, из которых выбирается оптимальный по соотношению радиационно-воздействия на мишень и безопасность по отношению к критическим органам. Каковы же результаты применения стереотоксической лучевой терапии при опухоли поджелудочной железы? Два исследования привлекают внимание. Одно совсем небольшое. Это исследование Раджи Гаппалана. Там было 12 больных. Смешанная группа, в которых были как пограничные резиктабельные опухоли, так и местно распространенные. В основном, естественно, прооперированные после стереотоксической лучевой терапии больные, относящиеся к условно-резиктабельным. Причем в 92% удалось выполнить радикальное вмешательство с Р0. Высокий достаточно процент полных патологических регрессов был зарегистрирован, 25%. Показатели выживаемости однолетние составили 92% в целом в группе, 64% двухлетние и 51% трехлетние. Выживаемость, согласитесь, что для опухоли поджелудочной железы это великолепные результаты. Более крупное исследование, 159 пациентов, это пациенты, которые сообщили из двух американских университетов. Там 50% больных с резиктабельным опухолем были успешно прооперированы, и медиан общей выживовестий этих пациентов составило 34 месяца. Это для поджелудочной железы очень и очень неплохо. Но, к сожалению, поджелудочная железа гораздо реже оказывается в поле зрения радиотерапевтов, и гораздо чаще мы имеем дело с опухолями печени. Первичный рак печени, гепатоцеллюлярные и холангиокарциномы. Вообще не часто пациенты, эти объекты для локального лечения, там не более 15-20% к моменту установления диагноза, могут быть подвергнуты или хирургическому лечению, или каким-то другим локальным методом воздействия в виде РЧА, трансартериальной эмболизации и стереотаксису. Но, тем не менее, для локализованных форм, для опухолей не более 3 см, стереотоксическая лечевая терапия эффективный, хороший метод лечения, обеспечивающий высокий уровень локального контроля 75,87%. К сожалению, для этих пациентов большое значение имеет функциональное состояние печени, и не все пациенты именно по уровню своих показателей могут быть вообще объектами для стереотоксической лечевой терапии. Используют обычно шкалу Child Pooh, которая была исходной для больных циррозом печени, не разработана, и считается, что только пациенты категории А достаточно хорошо переносят стереотоксическую лечевую терапию, и показатели контроля общей выживаемости, а также токсичности, у них, конечно, гораздо лучше, чем у больных, относящихся к категории Б по Child Pooh. Категория С вообще не рассматривается в качестве объекта для стереотоксической лечевой терапии из-за низкого функционального уровня. Любопытно, что для первичного рака печени и холангиокарцином, и гепатоцеллюлярного рака стереотоксическая лечевая терапия даже более предпочтительна, чем радиочастотная аблация. Она обеспечивает гораздо более продолжительный период вне прогрессирования заболевания, и для опухолей больше двух сантиметров эта разница значима, а для объектов менее двух сантиметров это достоверно лучшие результаты. Для холангиокарцином локальное лечение в виде стереотоксического облучения также дает результаты даже по показателям общей выживаемости выше, чем после химио-лучевой терапии или трансартериальной эмболизации. По нашему опыту, за несколько лет мы уже более 100 пациентов пролечили, используя стереотоксическое облучение при образованиях печени, и всего один пациент был с первичным гепатоцеллюлярным раком. Безусловно, гораздо чаще мы облучаем пациентов с метастазами в печень. Здесь наш радиотерапевтический диапазон гораздо выше, и доза, которую мы используем, тоже гораздо выше. 15-20 грейт или фракция – это стандартный вариант облучения, дающий примерно одинаковые результаты по показателям безрецидивной и общей выживаемости. Наименее благоприятная локализация – это первый сегмент, поскольку близость к крупным сосудам, гепатобилиарной зоне, существенно увеличивает токсичность, но это не противопоказание для проведения облучения метастазов в печени. Здесь также количество метастазов желательно, чтобы это было не больше трех-четырех. Мы в своей практике обычно ограничиваемся тремя для того, чтобы обеспечить необходимый и достаточный объем не облученной нормальной ткани печени. Имеется не так много исследований, где сравнивается чувствительность метастазов различных гистологических подтипов по первичному очагу. Самое, пожалуй, крупное – это исследование, которое было опубликовано в 2018 году. Оно объединило данные 25 американских центров, порядка 249 пациентов. И наилучшие показатели общей безрецидивной выживаемости и локального контроля были продемонстрированы при стереотоксическом облучении метастазов колоректального рака. Не хуже выглядят результаты при метастазах молочной железы. Ну и самая, конечно, сложная проблема – это с метастазами рака поджелудочной железы. По нашему опыту, также достаточно малочувствительны метастазы меланомы в печени. Не буду озвучивать результаты групп, где, так сказать, смешанные были, смешанные по характеру первичных опухолей. Облучаемые очаги здесь получали тоже различные варианты фракционирования суммарных очаговых доз. Токсичность здесь очень приемлемая. Описывают среди ранних реакций тошнота, рвут болевой синдром, не влияющий существенно на качество жизни. Из поздних осложнений, тоже по-прежнему наиболее грозные записываемых, это желудочно-кишечное кровотечение и перфорации полых органов, окклюзионные процессы, описывают даже лучевые повреждения ребер. Но в своей практике мы, по счастью, с такими осложнениями грозными не сталкивались. В завершение хочу сказать, что лучевая терапия для желудочно-кишечного тракта – это достаточно эффективный метод лечения. И повторюсь, при соблюдении всех необходимых ограничений, которые мы применяем в соответствии с протоколами, она хорошо переносима и дает хорошие результаты. Напоследок просто хочу сказать, что оценку эффективности стереотоксической лучевой терапии не следует применять достаточно быстро, поскольку отек, который возникает, и фиброз, не дает возможности оценить в полной мере эффективность лечения в первые два месяца. И на вот этих реальных топограммах мы видим, что два месяца прошло, отек выраженный, и возникает ложное впечатление о том, что мы не достигли результата, а имеем прогрессирование процесса, а еще спустя месяц мы видим, так сказать, полное практически уменьшение исходного очага. Благодарю вас за внимание. С удовольствием отвечу на вопросы, если они будут.